На Кубани дайверы и волонтеры устанавливают специальные таблички там, где в Великую Отечественную потерпел крушение корабль или был сбит самолет. На дне морском, покрытые илом, эти свидетельства подвига и борьбы за победу не должны быть забыты. Репортаж Алексея Иванова. Только на небольшом отрезке от Анапы до Новороссийска около 40 мест, где на дне покоятся корабли Черноморского флота и вспомогательные суда. За время сражений в Великую Отечественную войну среди личного состава флота погибло больше 80 тысяч человек. Здесь же обломки сбитых фашистами советских самолетов. Ближе таблички друг к другу. Чтобы память о людях и событиях сохранялась как можно дольше, краснодарские дайверы и волонтеры увековечили наиболее доступные для подводных погружений объекты. На табличках из нержавеющей стали краткая информация о корабле, судне или самолете, когда и при каких обстоятельствах погиб экипаж. Мы стараемся ставить памятные знаки на более визуально читаемую часть объекта. Например, если это самолет, это фрагмент винта или фрагмент хвоста самолета. Если это танкер или шаланда, это либо нос, либо корма танкера, носовые лебедки, леерное ограждение. Очередной выход в море экспедиция на место гибели самоходной шаланды Гордипи. В мирное время на ней перевозили грунт в войну боеприпасы. Во время последнего похода она шла из Новороссийска в Анапу. В районе поселка Суко Шаланду подбили вражеские самолеты-торпедоносцы. Первая группа дайверов сейчас начинает погружаться. Уходят, по сути дела, на разведку. Лодку приходится немножко придерживать, потому что немного штормит. Шаланда Гордипи находится ровно под нами, на глубине примерно 18 метров. Видимость под водой позволяет оценить состояние судна. По левому борту рядом с пробоиной дайверы закрепили на цепи памятную табличку. Точная дата, когда же затонуло судно, пока не установлена. По одним сведениям, в августе 42-го, по другим – в феврале 43-го. Судьбу экипажа историкам еще предстоит установить. Когда первый раз туда опускались водолазы, они подняли на поверхность сейф, в котором было 12 трудовых книжек моряков. Скорее всего, они остались живы. В память о защитниках Родины участники экспедиции аккуратно бросают в воду венки. Для кадета Тимофея Зубенко это еще и личная история. Его прадед погиб в самом начале войны здесь же, на Черном море. Владимирич, принимай его баллону, у того, в море. После установки пяти табличек в Черном, дайверы намерены отправиться на Азовское море. Подобных знаков там пока нет ни на одном корабле. Экспедиция завершается в таких сложных условиях. Шторм 4 балла, дождь, сильный ветер. Но главное – знак на горгипе установлен. И он находится на дне Черного моря. Алексей Иванов, Валентин Стуканок, Игорь Федоренко. Первый канал. Черное море.